Поймите, с журналюгами биться бесполезно. Раньше профессия журналист подразумевала то, что человек, который обладает этой профессией, может написать статью в журнал. Вот само вот это вот и дало название профессии, умение написать статью в журнал. Сегодня 90% журналистов сидят в интернете и перепостивают статьи, написанные не ими. Это копировщики какие-то. Это, в общем-то, шушера, которая к журналистике не имеет ни малейшего отношения. Я пришел на программу, у меня три девушки садятся передо мной, три журналистки. И вдруг в программе выясняется, что одна не знает, кто, и она меня отпрашивает, вы кто? Она пришла на работу, она пришла брать интервью у человека, о котором не знает ничего. Не прочитала ни одной моей статьи, ни одной моей публикации, не прочитала мои книги, не прослушала ни одной моей песни. Она судит, потому что где-то был лозунг, что лоза где-то что-то сказал. Это ей достаточно, прийти в меня и сидеть с таким видом. А вам не кажется, что вы шут гороховый, что вас так выставляют? Я говорю, девонька, если вы журналист, вы же должны по идее найти первоисточник и понять, о чем речь. А может быть, это действительно диверсия в отношении меня? А может быть, кто-то просто пытается мне сделать гадость? А может быть, там все-таки искажено все это? Вот если вы как журналист, допустим, как бы я, я бы позвонил напрямую, вот как, смотрите, у меня радиоблог на «Комсомольской правде», я как радиоведущий его веду. А в газете «Комсомольская правда», которая с радио не имеет ничего общего, то есть один холдинг, но они не контачат, она берет и публикует, перепостивает всю ту же хрень. Я говорю, ребят, ну это же так просто, ты же идешь по коридору, видишь, вот Лоза сидит, ну подойди к нему, спроси, а что вы имели в виду, когда сказали, и говорили ли вы это вообще? А вдруг это придумано кем-то? А вдруг это просто кто-то взял и сочинил такую вот уточку какую-нибудь? Ну просто гадость сделать. Ну подойди, спроси, вы говорили это или нет? Нет, никого не интересует, все, информационный повод есть, погнали его тиражировать. Ну как жить с этим? Не знаю так и жить, вот периодически в камеру рассказывать, как есть на самом деле.